привет друзья мы с вами на канале soundcheck 39 который посвящен обзорам недорогих наушников из китая но который умеет хорошо звучать вот мы с вами и дожили до новых флагманов от но у лишь зенит пяти драйверных пяти драйверных гибридных наушников kz zs10 и в сегодняшнем обзоре я с удовольствием поделюсь своими впечатлениями о них с упаковкой наушников у этого производителя все как всегда банально просто внутри белой хорошо знакомой всем коробке царит скудность и минимализм на черной подложке сами наушники под подложкой свернутый съемный двухпиновый кабель и две пары сменных амбушюр ну и мануал конечно на этом описание комплекта заканчивается а вот о внешнем виде самих наушников и их корпусах поговорить получится подольше козешники всегда любили экспериментировать с дизайном и внешним видом своей продукции тут достаточно будет вспомнить предыдущие модели рубленую пластиковую zs5 индустриальную металлическую z6 и воздушную zsr вот и десятки не стали исключением своим внешним видом они разительно отличаются от своих собратьев хотя и имеет схожую анатомическую форму и заушную ориентацию металла в этот раз не завезли корпуса полностью изготовлены из темного приглушенного прозрачного пластика это в нашем случае а так они бывают еще красными и голубыми и вы знаете это хорошо что они пластиковые будь они металлические да с такими габаритами точно оттянули бы уши до плечей внешняя часть корпусов выгодно отличается от того многого что мне приходилось видеть в моделях других производителей со схожим форм-фактором очень здорово смотрится основная плата из красного текстолита золотистой надписью kz а через внутреннюю можно разглядеть динамический драйвер и четыре балансных арматуры собранных в кучу у основания звуковода звуководы короткие и прикрыты душевой в кавычках металлической сеточкой напротив них можно найти три компенсационных отверстия а снизу корпусов расположились двухпиновые разъемы продолжение которых можно разглядеть через пластик кабель положили крутой в этот раз он плетеные прочные мне он очень понравился делитель массивный из резины с огранкой и в таком же духе изготовлен l-образный штекер а вот однокнопочный пульс самый обычный и маленький с неплохим микрофоном заушины с коннекторами теперь толще и жестче с посадкой у меня возникали некоторые проблемы и видимо винить тут стоят большие корпуса и короткие звуководы для хорошего контакта мне часто приходится поправлять наушники но тут возможно виноваты мои анатомические особенности характеристики у гарнитуры следующие имеем один динамический драйвер и 4 балансных арматуры сопротивление наушники имеет 32 ома чувствительность 104 децибел длина кабеля 120 сантиметров и так как же звучит это в общем-то 10 драйверное чудо спросите вы густо жирно и объемно с хорошим пространством но вот только без особого инструментального разделения им совсем немного не хватает детальности чего больше всего я боялся так это резких сибилиантов и пиков у верхних частот то есть того самого что меня пугало в предыдущих за с 6 где эта деградация в че вызывала быстрая усталость от прослушивания музыки слава богу десятки лишены этого кошмара высокий опять же не имеет кристально чистого разрешения но звучат натурально и привычно послушать электронную композицию feel so good от раме сосби и вы поймете о чем я средние частоты меня порадовали их не задушили вокал передается натурально и живо низкие частоты не доминирует бас пульсообразные мягкий без ощутимого резонанса но с живым ударом и без всякой мути после затухания а количество его напрямую зависит от правильной посадки в ухе послушал в десятках много жанров и уверовал в их многожанровость практически все стили обрабатываются наушниками удачно вот брутальные металлисты как мне кажется могут проходить в этот раз мимо если хэви и трэш звучат еще более или менее сносно на примере старенького except или slayer то вот более экстремальные стили наушникам будут уже не по зубам наушники слушал на айфоне десятом и плеере zishan z2 и хотя каких-то особых различий в деталях я не ощутил звук в этот раз больше понравился на яблоке на зишане присутствовал звуки небольшой хаос и легкая муть что имеем в итоге друзья революции и особой эволюции увы не произошло kz zs10 по моим ощущениям немного лучше тех же zsr но уступает им в разрешении верхних частот и в общей детализации так что если вдруг у вас есть на руках kz zsr менять на десятки их не спешите но если вы владелец z6 и устали от сверлящих высоких то смысл в обреде возможно есть новинка придется по душе любителям уверенного звука а своим внешним видом и качественным кабелем и количеством драйверов они способны удивить и подкупить лично мне хотелось бы больше деталей звуки больше хай резности и драйва и чтобы звуководы были ну хоть немного подлиннее все вышесказанное всего лишь мое мнение друзья если вы с ним не согласны то смело оспаривайте их в комментариях а вам спасибо за внимание подписывайтесь на канал инстаграме группу быка жду ваших одобрительных лайков с вами был канал soundcheck и максим всем пока субтитры сделал DimaTorzok